Жильцы 23-го дома по улице Харьковской возмущены до предела. Цветочной клумбы, которую они годами облагораживали, теперь нет. По решению Ленинского районного суда, полисадник подлежит демонтажу. Иск в прокуратуру подали соседи, ссылаясь на то, что жильцы 23-го дома таким образом совершили самозахват. Соседка подала в суд через прокуратуру, обратилась в прокуратуру, и в интересах заявителя прокуратура обратила суд, и суд вынес решение на демонтаж этих несанкционированно взведенных построек. Данные постройки не были согласованы ни с РЭПом, ни с Ленинской госадминистрацией. В настоящий момент мы исполняем решение суда. Действительно, никаких разрешительных документов на площадь не больше метров в ширину и трех метров в длину нет. На этом месте были старые развалившиеся сараи, были кучи мусора. Я ходила по разным инстанциям с просьбой, чтобы здесь произвели очистку мусора, но на то время никто на это не реагировал. И нам пришлось за свои силы, за свои личные деньги здесь облагородить этот участок земли. Кому перешла дорогу семья Муратовых? По словам жильцов, соседи давно не дают им покоя. Человек немолодой, ему 80 с лишним лет, у него свое видение. Он единственное, что мотивирует тем, что мы татарские морды, что мы, у нас фамилия Муратова, и у него борьба с татарскими мордами. Вот он мотивирует это тем, он говорит, что я вас татарские морды, все равно изживу. Здравому человеку никогда не придет в голову, если он патриот нашего города, да, вот мы патриоты нашего города. Мы создаем как бы, стараемся вокруг своего дома, домов посадить что-то, вырастить что-то, облагородить. Нам не удалось побеседовать с соседями. На телефонные звонки они не отвечают и дверь не открывают. Тем временем жильцы 23-го дома не сидят сложа руки и уже готовят ответное заявление в городскую прокуратуру. Иван Клепачев, Анатолий Паньков, Севинформбюро